Новая игра на канале, новая вселенная, новые персонажи и совершенно иная система прокачки. В этом видео, по сути первом видеогайде по игре Anthem на канале, я поделюсь базовыми советами о том, как прокачать своего персонажа наиболее эффективно и быстро. И да, рад приветствовать тебя на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, прыгай в Джавелин и погнали! Как и в любой игре подобного жанра, прокачка персонажа основополагающая цель любого игрока. С каждым новым полученным уровнем вам открывается новая способность, становятся доступны сложные испытания и конечно же награда становится все более и более крутой. Я в начале ролика сказал иная система прокачки, сравнивая ее в первую очередь с Destiny, поскольку канал посвящен в первую очередь игре от Bungie. Однако в действительности система прокачки в Anthem самая стандартная, понятная и без грабления на несколько уровней. Просто качай своего перса, развивай, совершенствуй и становись все более и более разрушительной машиной. Итак, какой уровень в игре максимальный на данный момент? На релизе максимальный левел 30. В грядущих дополнениях разработчики наверняка будут повышать максимальный уровень, но пока запомните этот рубеж. Большую часть опыта вы получите, проходя основную сюжетную кампанию и квесты. К моменту завершения сюжетки вы подниметесь до 20 уровня примерно, плюс-минус. Зависит от того, выполняли ли вы сторонние задания и квесты. Почему так важно быстрее прокачаться? Вдруг я хочу спокойно пройти игру и не спешить? Да, конечно можно и так. Но суть системы прокачки, вернее системы уровней персонажа в том, что ваш уровень влияет на важнейшие механики игры. От вашего уровня зависит то, какие уровни сложности заданий вам доступны, какая награда будет падать вам в этих заданиях и по их окончанию. Итак, на пути прокачки, в зависимости от полученного уровня, вы будете разблокировать доступ к новым способностям и заданиям. Важно обратить внимание, не на каждом уровне есть что-то интересное. Но чтобы вы лучше ориентировались, в комментариях под видео я закреплю список уровней и наград за их достижения. А пока на заметку главное. На разных уровнях вам падает разная по редкости и ценности награда. До 9 уровня вам может упасть необычное зеленое снаряжение. С 10 по 19 редкое синее. От 20 до 29 начнет падать легендарное желтое и эпическое фиолетовое снаряга. А после достижения 30 уровня вы будете лутать выдающуюся оранжевую добычу вместо легендарной желтой. Нужно заметить, что иногда игра награждает вас вещами по ценности выше вашего уровня. Так, например, мне на 6 уровне упала желтая винтовка на 18 уровень. И самое интересное, что я мог ее эффективно использовать. Вообще, вы наверняка обращали внимание, что миссии имеют аж 6 уровней сложности. Легкий, нормальный, сложный и 3 уровня грандмастер. Это типа для про-млг гейминг папок. Однако, итоговая сложность игры на той или иной миссии зависит не только от выбранного уровня, но и от уровня вашего пилота и силы. Уровень вашего пилота и выбранная сложность влияют на здоровье и урон ваших противников. А сила влияет на то, насколько много урона будете наносить вы. Если вы отправляетесь на задание с нормальным уровнем сложности, с силой пилота примерно до 100, то сложность противников увеличивается после повышения вашего уровня. Такая схема вынуждает вас регулярно обновлять снаряжение и с умом подходить к выбору оружия. Когда ваш уровень будет расти, а силой и снаряжение останутся на прежнем уровне, то задания станут куда сложнее. После достижения 30 уровня пилота враги мощнее становиться не будут. Но вы по-прежнему сможете улучшать свое снаряжение и арсенал. В таком случае вам пора будет переходить на сложность грандмастер. Сначала первый, потом второй, потом третий. Жить станет чуточку тяжелее, но и награды будут падать куда круче. У Anthem на данный момент большие проблемы с эндгеймом. Ну, как большие? Его нет, но с дополнением катаклизм, надеюсь, эта проблема хоть частично, но будет решена. Теперь же давайте наконец разберем то, как быстрее прокачать своего пилота. Конечно, можно накапливать опыт, отстреливая мобов. Но, сами понимаете, это очень быстро надоедает, а бонус к прокачке от этого небольшой. Множество действий приносят вам опыт. Самый очевидный и действенный способ прокачать своего пилота побыстрее – увеличить сложность заданий. Чем выше уровень сложности, тем больше опыта вы получаете за миссии. Если вы играете не в одиночку, а хотя бы вдвоем, то я бы уже рекомендовал сюжетку проходить на тяжелом уровне сложности. Минимум 5000 опыта вы тут срубите как с куста. Кстати, за совместную игру тоже накидывают бонусный опыт. Еще об одной механике, которая поможет набрать опыт, я говорил в своем ролике с впечатлениями от демки Anthem. Выполняйте деяния во время миссий. Пока вы на задании, довольно легко увязнуть в его монотонности. Просто бежать, лететь, стрелять от точки А к точке Б. Но не забывайте, что в меню есть раздел с заданиями по типу «Убить 20 противников в ближнем бою» или «Оказать помощь двум фрилансерам». За которые вам дадут хороший бонус опыта в конце миссий. Не стоит пренеберегать ими, регулярно отслеживайте их выполнение. Одним из лучших способов прокачки будут крепости. Это своего рода страйки, налеты. Короче, миссии быстрой игры с другими игроками. Прохождение крепостей позволит получить много опыта и выполнить кучу достижений. Крепости тоже лучше проходить с играной командой и с друзей. Вот в общем-то и все, что следует знать о прокачке в первые дни игры Вэнсом. Мы только начинаем осваивать мир этой игры. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Предлагай темы для видео в комментариях. И не забудь поставить лайк. Спасибо за просмотр. Счастливо! Счастливо!